В последние годы озеленению города над Богом надается шмат уваги. В рамках стратегии просторового развития областного центра распроцовывается специальный проект «Схема озелененных территорий, агульного использования города Бреста». На нараде представники органов городской улады, коммунальных служб, экологи и непосредные распроцовщики проекта, супрацовники Белорусского державного, навыково-доследшего и проектного института города Буддауництва. Это новый проект для Республики Беларусь. Это новый документ, который позволит уточнить регламенты зеленых зон и, в общем-то, может быть, позволит более взвешенно подойти к вопросу озеленения города, позволит, наверное, посмотреть более детально те районы, где сегодня не хватает зеленых зон, для того, чтобы иметь возможность в перспективе такие зеленые зоны создать. И основная задача схемы – это выявить вот такие озелененные территории и рассчитать, хватает ли население, которое будет проживать в городе. Мы не говорим о сегодняшней численности населения, мы будем смотреть на перспективу, ту перспективу, которую определил генеральный план. А левое дружнение от генерального плана развития города, схема по озеленению будет иметь больше деталевую распроцовку. В генеральном плане там масштаб 1 к 10 тысячам, в детальном плане 1 и 2 тысячи, а здесь, в принципе, до 500-го масштаба. Но все равно, конечно, по древесной каждое дерево мы отдельно этой схемой не охватим. Это будет отдельная еще работа по мониторингу, по классификации существующих парков, скверов по их сегодняшнему состоянию. Будут дадены рекомендации прописанной мероприемствы для кожной территории. На Сан-Тибресского гарвы Конкама любой же хор города может не только убачить перспективу озеленения областного центра, а лею носить свои пропоновы. У Снежни плануется представить проект для дальнейшего громадского обмеркования. Наше законодательство позволяет и очень приветствуется, если жители будут обращаться со своими предложениями в процессе проектирования. Но мы всегда как институт открыты для того, чтобы жители города могли написать свое обращение, какие объекты они хотят включить в эту схему. До Кострышника 2021 года план повинен быть кончатково затвержены. Татьяна Колокольцева, Александр Севицкий, Телерадиокомпания, Брест.